Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на строительной площадке, где полным ходом идет возведение ПКТБ СОВЛМАШ. С вами Александр Сударев, сегодня 17 февраля 2022 года и мы работаем несколько в ограниченном порядке, под мы я подозреваю нашу съемочную бригаду, все-таки пандемия COVID-19 общемировая не обошла и нас стороной, но тем не менее постараемся даже в таких условиях записать этот видеоролик с утра и смонтировать его к моменту выхода нашей передачи. Ну а если все же на передаче вы его не увидели, то значит не успели и смотрите вы его после. Давайте посмотрим, что же изменилось за прошедший день. Итак, сейчас на ваших глазах вы можете наблюдать, как успешно была выполнена облицовка внешними панелями административного бытового корпуса, а точнее его лицевой части, за исключением пандуса. Также сейчас за моей спиной идет установка облицовочных панелей с торца, пока они устанавливаются вручную, но с другой стороны здания уже стоит кран, готовый приступить к следующему этапу работы, поэтому темп достаточно высокий, быстрый и внешний вид здания начинает нас радовать все больше и больше. Но помимо внешнего вида, конечно же, это открывает фронт работы для, открывает новые фронта работ, которые нам предстоит выполнить, а их еще великое множество. Теперь я предлагаю с вами обойти знания с другой стороны. Сейчас за моей спиной вы видите, как представители компании Астрон продолжают монтаж утеплителя межстенового, а также ограждающей конструкции в виде внешней обшивки стены. И это действительно радует, потому что с прошлого нашего видеоролика прогресс уже виден невооруженным взглядом. Если мне не изменяет память, то в прошлый раз мы вам показывали обшивку, которая дошла еще до уровня лестничного марша. Это вот то достаточно большое окно, которое идет от первого этажа здания и доходит до третьего. Темп работы, как я уже сегодня говорил, достаточно высокий, идет в разных частях здания работы. И это не может не радовать. Но если наш оператор подвинет камеру немного в этом направлении, то мы с вами увидим, что на одноэтажной пристройке, на одном из ух нашего чебурашки, как мы его ласково называем, находятся также представители компании фирмы Астрон. Поднята пекинистка. И виднеются элементы кровли. Это говорит о том, что в проекте начался очередной новый этап. Начали монтаж кровли на одноэтажных пристройках. Это вот тоже достаточно многие наши зрители очень долго ждали. Я имею в виду кровельных работ. И вот сейчас мы с вами наблюдаем, как это происходит. Но, впрочем, не будем долго говорить. Давайте перейдем на третий этаж и посмотрим уже из имеющегося окна на весь этот процесс поближе. Ну и попросим наших операторов, а точнее одного оператора, который сегодня находится здесь с нами на стройке, Показать, как это выглядит с высоты птичьего полета. Ну вот, уважаемые зрители, из окна вид хороший, с воздуха тоже. И действительно, это очередной этап, который открывает, опять же, все новый фронт работ. В нашем случае, как только выполняется какая-то одна из поставленных задач, это радостное событие, потому что она открывает доступ к решению других задач. Вот такая вот строительная многоножка. Но нас это радует, потому что это не тот случай, когда конца и края нет. Он есть и очень даже ясен и понятен. По КТБ обретает все более законченный вид. И этому, опять же, продолжает свидетельствовать то, что находится за моей спиной в этой точке обзора. В прошлом видео вы видели, как одну из стен уже довели практически до потолка. Сейчас и вторая ее догнала. И, ну, опять же, повторюсь, хороший темп работ. Вот, в принципе, за день успели догнать и вот эту часть стены. Согласен, не впечатляет. Поэтому давайте теперь наш оператор все-таки пройдет с камерой по периметру всего третьего этажа и покажет, что же на самом деле успели сконструировать наши доблестные строители. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На этом, уважаемые зрители, видеоролик подходит к своему логическому завершению. Строители продолжат свою работу, а мы поедем работать над тем, чтобы замонтировать весь отснятый материал и успеть вам его продемонстрировать на передаче «Экспертное время». Собственно, хотелось выбрать такую точку обзора, где максимально видно объем проделанной работ. Но так как открытая площадь третьего этажа начинает представлять собой обилие комнат, рабочих зон, сделать это достаточно сложно. Но согласитесь, что совсем недавно мы с вами видели совершенно другую картинку, а прошло ведь действительно мало времени. То ли еще будет. Как говорится, будем посмотреть. Ну а чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, рассказывайте друзьям, товарищам, приятелям, всем тем, кому проект может быть потенциально интересен. До новых встреч!